Общественная палата Твери подвела итоги работы за минувший год и определила приоритетные направления в текущем году. Подробности у Натальи Чекет. Заседание общественников началось со слов о том, что 2020 год стал в своем роде уникальным. Он изменил привычный уклад жизни и формат работы. В связи с введением ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса, многие встречи перешли в онлайн-формат. Однако работа общественной палаты продолжилась и за прошедший год удалось не потерять контакт ни с местной властью, ни с гражданами, ни с общественными организациями. Мы приспособились. Достаточно активно была правотворческая деятельность комиссии. Форумы-то могут быть разные и мы их активно находим, поэтому онлайн-формат здесь не является камнем преткновения. За прошедший год было реализовано сразу несколько важных культурных проектов. Один из них – правнуки Победы, приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Школьники Твери готовили короткометражные фильмы о родственниках, которые принимали участие в войне или трудились в тылу. Дети вспоминали, искали информацию о своих родственниках, прадедах уже в основном и прабабушках, участвовавших в Великой Отечественной войне или работавших в тылу. И вот эти короткометражки, которые по часу 2-3-4 минуты, они реально стали очень серьезным эмоциональным фоном, который позволил не только отметить 75-летие Победы, но и продолжать военно-патриотическое, просто патриотическое воспитание нашей молодежи. Также традиционная деятельность общественной палаты продолжилась. Золотую книгу внесли имена уроженцев Твери, поэта Александра Гевелинга и историка-краеведа Ивана Забелина. Кроме того, проекты, которые были начаты в прошлом году, получат продолжение в этом. И как и каждый год, общественники стараются искать новые форматы. Субтитры создавал DimaTorzok